ФСБ России получило подтверждение, что спецслужбы Украины укрывают эмиссаров ИГИЛ и помогают им готовить теракты на территории нашей страны. Об этом в деталях рассказал один из боевиков, задержанный накануне в Смоленской области. Он признался, что по заданию СБУ и руководителей запрещенного правого сектора готовил убийство командира подразделения армии ДНР. Сколько обещали заплатить и кем было организовано преступление, узнал Евгений Лябин. Объект движется. Смоленская область, частный сектор. Работаем. Как только машина поравнялась с прохожим, происходит задержание. Тихо, без шума. Уже на допросе Меджит Магомедов рассказал, как примкнул к боевикам запрещенной в России террористической организации ИГИЛ. Как после уничтожения главаря сбежал вместе с подельником на Украину и как там установил контакт с другими ИГИЛовцами. Но на этом знакомства только начались. Нас познакомили с ребятами из правого сектора. В дальнейшем делали переговоры и они нас познакомили с СБУ Украины. Пришел СБУшник, назвался Рустамом. Рустам начал предлагать такие варианты, что он может дать оружие, какое нам нужно, чтобы Россия, на территории России, мы можем совместно с СБУ делать какие-то теракты и диверсии всякие устраивать. Первое задание – подорвать командира одного из подразделений вооруженных сил ДНР, проживающего в Смоленской области. За это СБУ пообещали заплатить 10 тысяч долларов. После приезда в регион Магомедову отправили координаты срона – пистолет, глушитель, две полные обоймы и взрывчатка. При обыске все это было найдено в съемной квартире задержанного. Стоп! Аккуратно, отойди! Как заявил Магомедов, доделать взрывчатку он должен был самостоятельно, а совершив теракт, уехать на Украину. После того, как приезжали на территорию Украины, должен был приехать областно. И мы вместе должны были обучиться в их лагере на летающие дроны. И в дальнейшем, чтобы можно было сбрасывать бомбы на территории России, делать диверсии и делать террористические акты. Такое вот сотрудничество, техническая и финансовая помощь, предоставление оружия и взрывчатки спецслужбами Украины, боевикам Международной террористической организации ИГИЛ для проведения терактов на территории России. Теперь, в общем-то, становятся понятны слова депутата Верховной Рады Украины Игоря Масильчука о неких союзниках. Украинские спецслужбы, украинцы должны способствовать, возможно, через наших союзников на Кавказе уничтожению так называемого Керченского моста. А в прошлом году о том, что необходимо устраивать теракты в России, подрывать автомобили в Москве и Таганроге, заявил другой украинский политик, бывший министр обороны Анатолий Гриценко. Он, кстати, собирается баллотироваться в президенты Украины. Евгений Лямин, Ирина Чучуй, Андрей Зимцов, Первый канал.